И нам нужно поднять, разобраться с вами, как же нам, верующим Нового Завета, относиться к тем законам, к тем восстановлениям и к тому порядку, который есть в Торе. Можем ли мы применить все то, что написано в Торе в нашей жизни? Почему мы не можем или можем? Какие части, скажем так, они адаптируются под наше понимание? Какие части задаются в определенных моментах? И прежде всего, мы должны принять за аксиому определенное понятие, что писание нигде не противоречит самому себе. То есть мы говорили об этом, да? И будем исходить из этого принципа. Вы знаете, что важно учиться принципу. Потому что, если ты знаешь принцип, то неважно, как задан вопрос, но ты можешь дать ответ. Да? Потому что, если мы тупо заучиваем вопросы, то, если вопрос чуть-чуть поменяется, мы не знаем, что ответить. Но мы можем понимать принцип. И так, есть простой принцип. Писание само себе не противоречит. И важно следующий момент понимать при этом разговоре о том, что текст Танаха важно понимать так, как понимали его авторы в историческом контексте. Тоже мы об этом с вами говорили, да? С точки зрения мышления, тех людей, которые тогда находились и так далее. Например, мы можем говорить о четырех Евангелиях. Наших любимых Евангелиях. Мы можем видеть, что события, о которых говорят все четыре Евангелия, они очень похожи. Но при всем том, они как бы дополняют друг друга. Да? Итак, как церковь понимает вопрос применения Торы? Давайте мы с вами немножко подумаем. Что вы знаете? Никак. Никак. Вообще никак. Нет, причем. Микрофон, пожалуйста. В церкви много примеров берутся с Танаха для другого недели. Потому что показываете в жизни историю, например, того, как любили себя люди из Танаха брать какие-то уроки для жизни, как сейчас. Ну, то есть отношения в церкви проходите. Не назовите все, но вы проходите. И Тора. Итак, то есть, то, что сказал Андрей. Многие, ну, некоторые церкви берут просто примеры и говорят, для нас это всего лишь есть образы. Тора – это некое духовное наследие и историческое наследие еврейского народа. И, в принципе, для нас полезно почитать вот все вот эти вещи. Вы знаете, в церковной истории существовало много книг, с которыми они дали пример. Это были хорошие книги. Например, мы можем взять уладкая, есть она, в общем-то, известная книга Мученикова. Джона Фокса, по-моему. Может быть, вы встречали. Книга у мучеников. Она была в церквях православной, не только православной. И очень сильно, как бы, поощрялась ее чтение. Почему? Потому что там рассказывалось о праведных верующих людях, которые в момент давления они оставались верующими и шли на смерть, оставаясь верующими. То есть, очень полезная книга, полезная для научения. Хорошо. Но только не так церковь относится к Тори. Давайте подумаем еще. Алиса, ты у нас подкованный человек. Ну, если рассматривать... Да, можно микрофон рассматривать. Ну, собственно, церкви бывают разные, поэтому подковы бывают разные. Кто-то рассматривает просто как назидание, кто-то рассматривает как Слово Божие, которое неразделимо. И поэтому это понимается как пророчество, Слово Свою Жизнь. Проводится в параллеле. Кто-то ищет ответы на свои вопросы. Кто-то считает, что невозможно отступать от этого слова. В принципе, ну, мне кажется, что в Библии, которая действительно в национальном назидании, можно найти от вид на любую свою ситуацию и понять, что происходит в своей жизни, в жизни, может быть, целой нации. В чем состоит план Бога по отношению? Ну, то есть, к чему это может привести? Да. Может, я не ответила за... Нет, на самом деле, это так и есть. То есть, церкви разные, разные индивидуации по-разному относятся к Тору. Да, я еще хотела бы что-то помнить, что есть некоторые церкви, которые вообще отсекают Тору, как право на существование. Да, и говорят о том, что у нас есть Новый Завет, он нам тоже лежит. Ну, а это, ну, как бы, может быть, там, забавно, интересно, и, кстати, непонятно, потому что я в своей жизни встречала всякое отношение. Спасибо большое. Хорошо, то есть, в принципе, очень исчерпывающий ответ. На самом деле, так и есть. В разные церкви относятся к тому-разному. Некоторые говорят, нет, Тора это было пережиток старого закона, то, что приносило смерть. Вы знаете, да, есть очень такое, некоторые такие шаблоны, которыми пользуются определенные, ну, церкви, да, христианские, как бы, как это сказать, общество, не общество, ну, круги. Закон это смерть. Слышали такое, да? Ну, она выражалась разными вещами, а мы под благодатью. Все. То есть, и это подразумевает, что ты должен был во времена Ветхого Завета влачить жалкое, нищее существование, моральное, такое нищее, разлагающиеся элементы. Но когда пришел Новый Завет, то мы стали там великодуховными людьми и организовали 11 крестовых походов и кучу других вещей от всего нашего, этого самого, да? То есть, на самом деле отношение, оно неоднозначное. Хорошо, как вы считаете, как есть на самом деле? Все зависит от того, кто стоит, ну, в главе церкви, да, можно в микрофон, пожалуйста. Давайте мы выработаем такую привычку. Пусть это займет у нас 10 секунд. Ну, если во главе церкви стоит кто-то из евреев, то, ну, уделяется внимание Торе. А если не евреи, то они говорят, вот Новый Завет, Благодать и все. И все. Но я вам скажу, что на самом деле вопрос евреистов в истории церкви, вообще мы видим в истории мировой евреистов, мы видим, что одними самыми ярыми антисемитами были, собственно говоря, евреи. Они организовывали, то есть это были скрытые евреи, которые организовывали там различные движения, например, взять того же Марта Лютера. Он, как бы, был христианин, он, вроде бы, был реформатор, он, вроде бы, как бы, все-все-все-все, поэтому он был офисенит. Он был немец на основном, как бы. Ну, я говорю, как бы, то есть церковная история, не факт, что если даже человек, который стоит у руля, он... Ну, я говорю, за сейчас. За сейчас, да? Ну, я бы тоже так не сказал. Есть писятические пастера, есть там другие конфессии пастера, которые, ну, так получилось, что видно, что он еврей, по фамилии какой-нибудь Шулькин вымер, вот, Мойша Абрамович в пятом поколении, и он, ну, и так, ну, и все, мы поблагодарим. Слава Богу, что мы, как евреи, вышли из культуры. Вы понимаете, да? Вот раньше наш народ, было все плохо, а вот сейчас, то есть мы можем встретить по миру самые разные мессианские общины. Есть мессианские общины, которые ставят Тору во глагол, есть мессианские общины, которые говорят тоже, нет. Ну, разный подход, поэтому как-то же Бог, он запланировал это все дело, да, изначально должен какой-то задум, должен поставить, не запутать нас абсолютно, но как-то нам же надо в этом разобраться, потому что для нас важно формировать свое мышление, свое мировоззрение, свой подход к этим вещам. Вы правильно сказали, еврейский, христианский мир, фактически, будучи детем еврейского мира, да, то есть мы понимаем, что христианское направление, все ветка, она вышла из еврейского народа, а позже, позже, мы видим, это церковь, она начала отвергать евреев, и все еврейское, стараясь заменить те учения, которые были на церковные, новые церковные учения, это так называемая доктрина замещения. Да, кто знает, что это, да, один человек, теория замещения, знаете, да? То есть когда церковь полностью заменяет Израиль во всех отношениях, но заменяет она его очень интересно, потому что благословения, которые были обещаны еврейскому народу, они теперь, по мнению, начинают принадлежать церкви, а прокатия по-прежнему еврейскому народу. Очень такой грамотный подход, есть целый ряд, как бы, мест писания, которые ставятся определенным образом, и так далее, и так далее, и учений. И на самом деле мы знаем, что эта доктрина, она очень живучая, и принесла очень много вреда и церкви, и еврейскому народу, и не усложняет до сих пор проповеди для евреев. Усложняет. Итак, разные динаминации по-разному к этому относятся. Совершенно верно. Мы видим, что подход, который после разрушения храма в еврейской общине и в мессианской общине, добавляется новое понимание, он также является различным. Как ортодоксальные евреи, так и мессианские евреи по-разному относятся к Толи. Мессианские евреи, конечно же, подходят к вопросу применения Толи через Новый Завет, через Гриха до Шарма. И большая часть еврейской общины, мы знаем, что не приняло Ишло, общество того времени, еврейское общество, и после разрушения храма приняло свой собственный способ применения Толи. И он был основан в основном на фарисейском мировоззрении. И здесь необходимо рассмотреть вопрос три орифетов, которые мы можем разделить примерно на следующие части. Это Бог, Элухим. Это Завет. И это Тора. Три понятных, три основных ключевых момента, о которых мы будем с вами говорить. Это Бог, Завет и Тора. Под Торой мы говорим, да? Тор – это учение. Очень важно понимать, что есть Завет, а есть Закон. Это очень похожие слова, но это разные вещи. Есть Завет. Что такое Завет? Договор. Да, Новый Завет. Брит Хадаша, Новый Договор. А что такое Закон? Законки. Учение, Митсла, приказ Бога, да? То есть, это важно разделять, потому что очень часто эти понятия объединяются. И знаменитый лозунг о том, что мы не под Законом, но под Благодатью, что он подразумевает? Давайте мы подумаем. Ушел с преподавателя, пришла Благодать. Отвергая Закон. Отвергая Закон, да? Ну, отвергая ли Христианство Закон? Никак. Какой Закон? Давайте поговорим об этом. Смотрите. Давайте мы, наверное, тогда возьмем среднестатическое протестантское христианство. Пускай это будет что-то среднее между баптистом и харизматом. Не будем говорить, какой это может быть и номинацией. У нас много разных углов, граней. Ну, вот, например, среднестатическое христианство. Закон связан с храмом. Закон, он связан с храмом. У нас очень четкая такая связь есть в голове. Да? С чем у нас связан еще закон? Ну, когда мы... Заповеди, да? Закон, храм, заповеди. Что еще? Народ. Наказание. Совершенно верно. Жертва. Искупление. Это рампы. То есть, как бы, это же понятие сходные. Это все те же заповеди, они регламентируют о том, какие должны быть жертвы, где, когда, кем, как принесены. Потому что мы понимаем, что эта вещь не просто, ну, как бы, я себе захотел и принес. Так не бывает. Я захотел и принес. Бог ответно говорил раньше, да? Итак. Снова мы возвращаемся, как бы, я хочу научить вас принципам сейчас. Понимаете, да? Чтобы вы в разных моментах могли оперировать разными понятиями. Итак, есть Бог, есть Завет, есть Закон, тоже, да, Учение. В чем разница между Заветом и Законом? Завет заключается. Подреком, пожалуйста. Кому-то смело. Когда Бог заключал Завет, то он, можно сказать, не ставил прочист никаких законов, то есть, не давал, ну, как бы, Закон. Так, хорошо, есть понятие. Бог заключил Завет, но не давал Закон. Например, ты можешь привести пример? О каком заключении ты говорил без Закона? Ну, нет Завет. Он же собрал не собрал. Он просто в Рамку слушался, Бог пошел. И все, да. То есть, условий, составленных Богом, никаких не было. Ну, как бы, да, он не сказал сделать то-то, а так-то, а это... Просто, да, и... Хорошо, кто еще, как думает? Я думаю, что Закон, это как правило дорожного движения. А Завет, это уже Бог обещает. Какие-то благостроения, это послушание. И даже если мы нарушаем... А чем это отличается? Потому что если ты будешь переходить на зеленый свет, я обещаю, что тебя не разъедут. Завет тем, что послушать? Нет, я тебе то же самое спросил, просто по-другому. То, что ты будешь говоришь. Еще раз, повтори свой ответ. Ты говоришь, Завет, мы разбираем. В чем разница между Заветом и Законом? Закон, это как правило. Закон, это правило. А Завет, это... Обещание Бога. Чего? Что он останется верным. Даже если он... То он останется верным, даже если мы нарушим закон. Ну, хорошо, мнение дальше, пожалуйста. Смирее, друзья, смирее. Я поощряю ваше самовыражение. Я так понимаю, что Завет, это то, в чем участвуют две страны. И тот, кто обещает, и тот, кто для кого эти обетования распространяются. То есть, в данном случае, Бог и еврейский народ, они заключили Завет. И Бог сказал, если ты будешь слушать и исполнять... А, вот и получилось условие. Да, да, есть условие определенное. А если не будешь исполнять, то, значит, придут на тебя подряд. И вот закон, Господь... А закон, это уже то, что... Раз ты уже вошел в этот Завет, значит, ты обязан принять эти условия и исполнять этот закон, который перед тобой... Так, хороший ответ. Кто еще может дополнить, расширить, убедить, чем будет это? Ну, что вы видите, все сказано. Все сказано, хорошо. Очень хорошо. То есть, мы можем видеть, что Завет, он вводит нас во взаимоотношения с Творцом. Или, допустим, друг с другом. Мы видим примеры Заветов. Да? Когда два человека, например, или там два семейства, два клана каких-то, собирались и там не могли поделить там поле, например. Какой-то день их, после того, их собрали, они собирались вместе, делали там сладкий стол, грубо говоря, да? А после этого они ставили определенный памятник. И там некоторые места, как говорится, на еле, они пили, там, и так далее, на этом памятник. Но смысл этого сводился в чего? Что между, запомните, вот это вот построено здесь для того, чтобы сказать, между нами есть отношения. И регламентируются эти отношения определенными правилами. За курган не заходить. Грубо говоря. Понимаете, да? Не переходи между моим. Мы любим друг друга, крепнет дружба между народами, но самому лучше перебят. Так и есть, да? Когда мы вступаем, например, в брачный завет, да? Мы входим в супружеские взаимоотношения. Мы имеем взаимоотношения, но есть также закон, который регламентирует наши взаимоотношения. Мы не можем находиться в завете, да? Без определенных правил нахождения в этом завете. Мы не видим о том, что Бог просто так что-то делает. Даже вопрос, если взять вопрос Авраама, Аврааму необходимо было двигаться в эту землю. Вы понимаете? А что бы было бы, если бы он не двигался? Ничего бы не было. Вы понимаете это, да? Если бы он сказал, вот это мне, короче говоря, на старости лет привиделось. Что-то мне говорят куда-то идти. Весь раз мой говорит, я не пойду. И он не идет. Соответственно, как бы и ничего не происходит. То есть он отвергает взаимоотношения. Да? И, соответственно, он не получает определенные вещи. Как помните, в такой старой истории, когда Бог ходил по разным народам и предлагал им Тору, и никто не хотел брать. И евреи говорят, ну, а это сколько это стоит? Бесплатно. Это эти две тогда. Да, то есть есть взаимоотношения, есть закон. И на самом деле, кажется, вроде бы все просто, но все сложно. Да? Поэтому, мы живем не по закону, а по благодати. Как мы можем разобрать, как мы можем понять это? Какое благодать? Что такое благодать? Незаслуженная милость. Незаслуженная милость? Хорошо. Так, и что еще? Когда Господь пришел в Иисус, я понимаю, благодать это то, что дал нам приход Иисуса Христа. Что Он принес себя в жертву, умилостивление наших грехов, и через Его жертву мы можем получать прощение, приходя к Богу в Отцу. То есть это есть благодать. То есть благодать это явление нового заведения, которое пришло через Ишуа, Мессию в нашу жизнь. Правильно? Да. Может кто-то дополнил? При исполнении Торы, сама Тора тоже является благодатью. Да не так надо, что-то делать. Да, ну а сейчас с приходом Ишуа этой благодать еще стала больше. Так больше или не было? Она была, но ее стало больше. Так она же была каком новом заведении. Само понятие существования Торы, это и есть благодать, да? Уже она, да, и есть благодать для народа, потому что при совершении греха можно было принести жертвы и определенных грехов, и грехи покрывались. Хорошо, а кто как еще думает? Можно? Можно, конечно, можно. Ну, в Торе надо было, чтобы тебе было благословение, надо было что-то делать. Заслужить благословение. Да, заслужить благословение. А в новом завете надо только просто принять Ишуа, и все. И все. Я бы хотел в такой завете. Вы говорите мне. А как же, там, если ты будешь жить так и сяк, то Царство Божьего не наследуешь. А если кто подумает, а сказано древним, а я вам говорю. Что делать, друзья? Что-то, вы знаете, посмотришь, и как-то аж страшно, сколько благодати у нас. Давайте подумаем об этом. Я так думаю, что Тора была дана еврейскому народу. Это действительно была милость Божья. И закон, он как дедоводитель к тому, что произошло позже. То есть без соблюдения и без послушания очень тяжело и трудно было принять эту благодать, которую принес Иисус Христос. То есть мы сначала отказываемся от язычества. Мы отказываемся от каких-то тех образов, в которых мы шли. От того мировоззрения, в котором мы находились. Начинаем что-то понимать, слушаться, обращать внимание на то, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И тем самым мы совершенствуем свой характер, приближаясь к принятию образа уже более высокого. И человеку, который знает, что такое закон, ему легче принять более совершенный закон, благодать. Он уже живет этим. Он не просто, допустим, знает, что я хочу это сделать, но это не буду делать, потому что нельзя. Он просто этого не делает. Спасибо. Кто-то еще может запомнить? Да, пожалуйста. Я думаю, что для нас благодать – это то, что нам нужно относиться с фоточками и голубями. И что нам больше всего, нам уже история. И благодать в том, что Иисус показал характер Отца и показал, как можно жить в святой жизни. То есть у нас уже есть его личный пример и благодать в том, что у нас есть уступы. Но я думаю, что если нам больше дано, у нас есть больше ответственности, больше справа. Ну, безусловно, конечно. Если кому много дано, с того много спросится. Еще? Ну, еще в детском зрении были такие реки, которые, к основу, за некие произвели жертвы. Только одно было убить, например. Ну, например, заургиста. Не мешая заургиста. За блуд. То есть, как бы, зато не произвели жертвы, только одну подвали ко мне. Да, служение и за ламп, например. Ну, да. А уже, как в новом зрении, уже как бы, милость, голода такая, что уже даже веки, то, что там не покрывалось, как бы сказать, при принесении жертв животных, то уже приезжать вешу, а это покрывается. Только вот кулан Абута святого по-прежнему. Ну, да. Открытый вариант. Хорошо. Итак, мы напоминаем, как бы, для тех, кто потерялся, мы разбираем вопрос. Мы живем не под законом, а под благодатью. Такой вот известный лозунг, да? Итак, можно ли жить во взаимоотношениях с Богом, не находясь под законом? Иисус не отменил закона, а исполнил. Хорошо. Он его исполнил, и что? Иисус не отменил закона, а исполнил. И что? Так, подождите, еще раз. Мы живем не по закону, а по благодати. Почему мы не живем по закону? Можно ли быть во взаимоотношениях с Богом и не жить по закону? Не исполняем закона. Я так понимаю, что Иисус, Он исполнил весь закон, а человек не может исполнить закон. И принимая Иисуса... Да, лучше микрофон говори. Человек не может исполнить весь закон, но Иисус, Он исполнил весь закон. И когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, в нашу жизнь приходит благодать. Благодать, которая позволяет и помогает нам уходить от греха. Я забыла вопрос. Бывает. Ну и разбираем. Мы живем не по закону. Можно ли находиться во взаимоотношениях с Богом, не живя по закону? Какому закону? Какие законы есть? Хорошо. Есть и западет. Есть и западет. Еще? И все? Давайте разберемся. Я так понимаю, что не исполнять заповеди мы не можем. А что касается жертвоприношений, с нас это снято. Обязанность с нас снято. А как же насчет остальных вопросов, которые не относятся к храму, к служению? Каких? А? Ну, каких? Например, закон восстановить семя брата. Он не относится к храму. И Ишуа нигде его нет минув. А может быть моральный закон? Ну, моральный, конечно. Есть закон моральный. Тора, она духовна, да? Она пришла только с ним вес. Есть тоже, но это тоже есть закон. Какой? Ну, давай ты свободен, если... Как я свободен? Я не свободен, если я под законом. Если ты... В каком случае... В каком случае человек может, например, жениться? Тоже есть закон? Там написано. Там написано. Есть такая книга. Например, Довит. Брат свободен? Свободен, но нет. И брат, нет. Который должен жениться. Он свободен. И уверен его. А там не важно, может жениться. По закону не важно, свободен он, не свободен. Он должен восстановить семя брата. У него может быть там жена и 83 ребенка. Тогда мы как благодатью. Так, давайте разберемся, по какому же, собственно, обожать благодатью. Почему мы так считаем, что мы под благодатью? Сейчас в нашей стране аморально иметь несколько там жён. Если ты можешь... Мы не горзать. Нет, ты имею в виду, нормально. Это нам нельзя. Специально. Но если бы это было важно, мы переселились, возможно, в ту страну, где это возможно. Или же страны, где-то возможно. Правильно? Их много на самом деле. Поэтому это такой вопрос. Технический вопрос заповеди. Мы помогли ратовать за это, например, там, демонстрации делать, да? Восстанови семя брата. Восстанови семя брата. Я хочу исполнить Тору. Я хочу исполнить Тору. Итак. Венегрер, да, получился у нас? Ну, давайте распутываться. А чего? Только по теме, по теме. Я бы подождел сейчас, чтобы мы не отступали, да? То есть вопрос мы разбираем законом, житие вот этим законом и благодатью. И вообще, вот, ну, что происходит, когда мы там дальше? Ну, еще можно, как бы, так, если брать закон в общем, вообще. А что можно, если здесь, так, поделить, например, ну, как, ну, так его разделить, например, ну, в общем закон, да, здесь заповеди, так, как бы, ну, закон. А потом еще брать закон, там, когда, ну, при Храме закон, закон ритуально-часа-ты. что священники приносили жертвы, которые не были совершенны, причиняя их в ходе развода. Но Иисус сошел с этой жертвой, восседая святых, и уже это жертва совершенна. Он говорит, что уже под благодатью. То есть не надо там ничего закламывать. Все это закон, фууу. Нет, ну у нас сомнитесь в Западе написано. Какие? С чего мы решили, что делаем 10 слов? Покажите, в Новом Завете, что надо 10 слов. Ты все сказал, я пришел исполнить. А я в память брата, так сказать. Нет, 10 слов. Я про брата. Брат умирает, руки бросит. Можно разбираться в Новом Завете и найти 10 слов. И написано, две заповеди даю вам. Две заповеди. Так и есть. Возлюби брата своего, как самого себя. И жену его. Зачем мне тогда даете микрофон? Не послушайте. Это ж было бы неинтересно, если бы я дал вам все ответы. Две заповеди. Я разумею. Я разумею. Да, да, да. Христос пришел и сказал, не думайте, что пришел отменить законы и пророка. Не отменить пришел, но исполнен. И на всех двух заповедях утверждается законы и пророка. Что это значит утверждается? Это значит подтверждается все то, что они делали, да? Ну то есть мы можем не дали узнать там законы и пророка. Не думайте, что отменил. Не допускайте мысль. То есть он не отменил или он исполнил? Исполнил, но это не говорится, что нам нужно не исполнять. То есть нам нужно все же восстанавливать себя? Нет, нет. Ну как же? Он пришел не отменить. Он исполнил, показал, как надо это делать и что нам делать? Спасайте свою душу. Как ее спасать свою душу? Первый в том, что пришел Исус. Господа. Хорошо. Что с братом делал? По двух заходить, а? Точнее, с женой брата. А если у него еще 15 детей? Нагрузка у тебя? Брата. Инмигранция. Брата за это будет. Большая радость. Двух заходить. Зато Господу и... Было возможно где-то в взаимоотношениях с Богом? Нет, с братом. Залезти с Богом и нужно ли исполнять законы? Да. Ну... У меня... Можно ли... Был вопрос такой. Можно ли находиться в завете с Богом, не исполняя закон? А если нужен закон, то какой закон надо исполнять, чтобы эти взаимоотношения были взаимоотношениями? Бытует мнение о том, что закон – это нечто, что прошло, не имеет важности и исполненное значение. И что же делать нам? Как нам к этому относиться? То есть... Вот такие мысли просто. Получается, что взаимоотношения с Богом нужно исполнять его условия, его моды. И закон, как уже было сказано, был руководителем Христу и с целью закона ведет Ишуа Миссия. Интересный момент, что важно тогда разобраться, почему заповеди, которые описаны в законе Маше, они были даны Творцом. То есть понять принципы, я, может, термин такой использую – «сердце Отца», «сердце Бога». Почему он нам не заповеден? Если мы сможем разобраться в этом принципе, нам легче будет понять, как нам поступать в конкретных ситуациях в жизни. Спасибо большое. Хорошо, мы сейчас перерывем с Вами. У Вас будет время собраться и поговорить.